Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Это программа о памятных датах земли Псковской, которая выходит в эфир при поддержке Псковско-областной универсальной научной библиотеки. В студии Ирина Лукина. Самые разные исторические события объединяет день 30 ноября. Для Великолосского завода ЖБИ-2 30 ноября 1944 года считается точкой отсчета. Именно тогда предприятие было создано. Сначала как комбинат подсобных предприятий, имеющий в своем арсенале всего одну трофейную пилораму. Затем были организованы слесарно-механический цех и лесопильный. Следует отметить, что решением Верховного совета РСФСР в 1944 году были образованы Псковская и Великолугская области. Эти территории вынесли самую длительную оккупацию, понесли огромные потери, которые измерялись в 46 миллиардов рублей. Это составляло 19% общего ущерба РСФСР. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС, очаги культуры. В первые послевоенные годы в Великих Луках было построено сразу несколько крупных промышленных предприятий, благодаря которым эта территория получила мощный стимул для развития. Что касается истории завода ЖБИ-2, то в это время он обеспечивал строителей города качественными пиломатериалами, оконными переплетами, дверными коробками и различными металлическими изделиями. В начале 50-х годов был построен временный растворный узел. А выход на качественно новый уровень производства произошел в 1953 году с выпуском фундаментных блоков и других железобетонных изделий. Ассортимент выпускаемой продукции, как и ее объемы, постоянно рос. В 1960 году предприятие получило свой карьер для производства щебня. Был построен новый лесопильный цех с бассейном для сортировки леса. Вот так начиналась история предприятия, которая со временем получила свое новое развитие. И еще одну дату мы вспомним сегодня. С одной стороны, она приближена к сегодняшнему дню, а с другой стороны, она отсылает нас к 30 ноября 1918 года, когда отмечалось столетие Псковской областной типографии. В начале XX века в Пскове было несколько типографий. Первая, вторая и третья государственные. Псковский набат, типография Псковского губосполкома, типография Псковского губернского правления, а также частные типографии. Использовались одинаковые оборудования и материалы, да и проблемы возникали одни и те же. Нехватка бумаги и ручной набор не позволяли выпускать большой тираж. Номера часто получались разноформатными, выходили на некачественные бумаги и не содержали фотографий. После освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года работа типографии восстанавливается. В разрушенном здании, без рам, дверей, пола готовились первые номера Псковской правды. Набор газет производился на уцелевших от бомбежки в подоконниках и ящиках. Работали при коптилках, целыми сутками, не выходя из помещения. Набор возили в Печурскую типографию, там печатали вручную. Через несколько лет после войны областную типографию полностью оснастили новейшим оборудованием. Была организована своя фотоцинкография, благодаря чему пропала необходимость получать клише из Ленинграда. Это дало возможность начать выпуск областной газеты на четырех полосах, сократить затраты времени на печатание с сорока до трех часов. Справедливости ради отметим, что Псковская областная типография не раз становилась лауреатом Международного книжного форума «Русский Запад» и ежегодного конкурса издателей «Книга года». Вот такой краткий экскурс в прошлое. Как день сегодняшний войдет в историю, покажет время. Вспомнить все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...